Кстати, про Германию и про зависимость от российского газа Европы вообще хотел сказать. Так вот сейчас выясняется, что Германия, Франция и вообще Евросоюз зависел не от российского газа, зависимость от которого сейчас 7%, ну уже скоро будет 0 после Нового года, а зависело от его дешевизны, то есть это был подкуп Европейского Союза фактически. Значит, Путин в обмен в недешевый газ получал политическую лояльность главных стран Евросоюза, ну и остальных от них зависящих. В итоге что получил Путин? Путин получил огромное количество денег, как раз особенно с 2014 года до 2022, на перевооружение своей армии, на эти самые ракеты. Да, к счастью, что не Алексей Навальный руководил коррупцией в армии, а более разбирающиеся, заинтересованные в коррупции люди. И слава богу, что если бы это была некоррумпированная история, было бы все еще хуже, так они большую часть, как я понимаю, сперли из газовых и нефтяных денег. Но факт остается фактом. Именно дешевизна газа, а не его физическое существование ставила в зависимость. Именно то, что признал Боррель, глава европейской дипломатии, что наше благополучие, наш холодильник, я недословно цитирую, именно зависело от дешевого российского газа. Именно от дешевого. Сейчас, конечно, в Европе дороже все, инфляция, в Америке инфляция и так далее. Но я думаю, это можно все выстроиться потихоньку, сейчас просто кризисный переходный момент, который можно было, если бы не ждали до начала этой террористической тотальной войны, можно было бы аккуратнее, медленнее провести. Но желания особого не было. По указке Москвы уничтожалась ядерная энергетика в Европе. Это прямой подкуп, я абсолютно уверен. Еще предстоит разбираться, кто там, что брал, от кого и в какое место. Но именно дешевый газ для страны и параллельно взятки, откаты взятки в любых формах, именно то, что привело к коррумпированию Европы и дало возможность Путину вооружиться так, чтобы сейчас Украину терроризировать, ее экономику, ее народ, ее армию и мирных людей. Так вот, поэтому помощь Германии, это никакая не помощь, это своего рода контрибуции со стороны Германии и Украине за то, что она вооружила русский рейх, который сейчас террористически напал и занимается тем, чем занимается. Поэтому это обязанность Германии, помощь и танками, и системой противоракетной обороны, и всем, чем можно. Это вот, как бы, окончательная роль Германии, она может искупить свою вину историческую, которая существует и Франция тоже, и другие некоторые страны. Вот, продажность своих элит может искупить помощь Украине, да, и пусть она это делает, Германия. Я бы хотел, чтобы люди там поняли, и политики поняли, что ничего бесплатного не бывает, а бесплатный газ или дешевый газ бывает только, даже не в мышеловке, а в могиле. Вот, и эта могила, по могилу Путин готовит для всего Запада, а не только для Украины. И слава богу, до кого-то стало это доходить. Ну, дальше всех, конечно, Макрон в ментальном плане находится, названивает все попам ФСБшным. Ну, это как, представляете, сидят в ФСБ, говорят, ой, этот опять звонит там из Франции в ФСБ. То есть, два телефона стоят, это РПЦ, это ФСБ. Ну, это один отдел, берут трубки, такие смеются между собой, так трубку закрывают, такие, опять этот звонил. И что-то нас хочет там, какого-то богу вообще там призвать, и ржут над ним. Неужели не надоело еще и Манелю Макрону, президенту такой великой страны, с такой великой историей, быть посмешищем для ФСБшной шоблы какой-то вот этой? Ну, видимо, не надоело. Ну, окей, да. То есть, есть явления и похуже продажных германских политико-экономических элит. Это французское такое леволиберальное безумие. Вот два диагноза таких поставили. Результат один. Террористический рейх атакует Украину, а говорит, и по факту это так, что атакует западный образ жизни, западный мир. Вот и все. Да?